Виктория Лобецкая Виктория Лобецкая Виктория Лобецкая Виктория Лобецкая Виктория Лобецкая Итак, мы вернулись в студию прямого эфира. Напоминаю, сегодня мы обсуждаем документальное кино из цикла угрозы современного мира «Невидимая опасность». Невидимая опасность – это электромагнитное излучение. 24 часа в сутки мы находимся рядом с приборами, различными бытовыми компьютерами и сотовыми телефонами, которые как раз и излучают электромагнитные волны. Насколько они вредны? Если вредны, то как себя защитить? Именно эти вопросы мы сегодня обсудим с гостями нашей студии и обязательно затронем вопрос, связанный с физикой самого явления. Виктория Лобецкая Так вот, первый вопрос у меня общий к вам. Собственно говоря, какие эмоции профессиональные появились у вас после просмотра этого фильма? Виталий, пожалуйста. Ну, я, если честно, конечно, немножко испугался и начал смотреть этот фильм. Конечно, не все так страшно, как там показано. Да, мы действительно живем в современном мире в среде электромагнитных излучений различных. Ну, больше всего у меня запомнился эпизод про, значит, измерение показаний головного мозга после разговора по сотному телефону. Впечатляет, конечно. Хорошо. Ну, как раз про физику явления мы поговорим позже. Вы расскажете, насколько это страшно, действительно ли электромагнитные волны такие уж активные. А вот, Павел Федорович, ваше впечатление еще поделитесь, пожалуйста. С позиции здоровья и медицины, посмотрев этот фильм, конечно, много вопросов специалистам, которые, так сказать, эти сюжеты показывали. Сценаристам, режиссерам, журналистам. Ну, и специалистам, например, врачи были. И, допустим, сюжет, когда какая-то экспозиция, ну, 40 минут постояла возле телевизора, и клетки начали так мутировать, как при хорошем рентгеновском излучении. Это, конечно, с позиции медицины, это непонятная вещь, абсолютно. Можно же сказать абсурд. Да могу и так сказать, понимаете. Ну, что-то вроде этого, ну, на простом языке можно даже так сказать, ну, страшилки, понимаете. Там еще сюжеты ряд были, там, и связанное с потомством, вроде бы потомство рождается, там, вплоть до бесплодия и так далее. Ну, с позиции медицины есть такая вещь у нас довольно интересная, в медицине сейчас практикуют, доказательная медицина. Есть постулаты доказательной медицины, понимаете. А так вот просто показывать сюжет и говорить, что есть некое излучение, которое... Ну, приводили эксперименты, помните, там, инкубатор, одних эмбрионов облучали, других нет. Это с пиццами и так далее. Здесь можно вот о чем поговорить. Эксперименты, это жесткий эксперимент, понимаете, экспериментальное с животными. Я еще могу таких вам экспериментов привести. Вот я недаром книгу сюда принес, сотовая связь и здоровье здесь описано. Но это жесткий эксперимент привязанный. Животным некуда деться. Их там хорошей мощностью группы. Ну, в любом случае, ваш профессиональный вывод по поводу конкретного документального кино слишком много нагнетания. Тенденция и озен. Вот так. Понимаете. То, что проблема есть, никто не говорит. Она есть. Ей надо заниматься, об этом надо думать. Ну, еще мы глубже с вами коснемся проблемы, связанные именно со здоровьем. И сейчас я хочу обратиться к Виталию. Виталий, вы с компьютерной техникой на «ты» и сотовые телефоны тоже, вы хорошо знаете их устройство, модернизацию и так далее. Так вот, собственно говоря, электромагнитные волны. Что это такое-то? Действительно так страшно с точки зрения специалистов технических? Ну, значит, смысл процесса, самого явления электромагнитного излучения. Во-первых, электромагнитное излучение, оно включает в себя целый класс излучений, которые в себя включают, получается, радиоволны, волны инфракрасного диапазона, видимый спектр, то, что мы видим, свет обычный, и ультрафиолетовое излучение. Не будем брать, значит, там терагерцовое излучение, и, собственно, гамма, там, жесткие излучения есть еще в этом, и рентген. То, с чем мы чаще всего сталкиваемся, это, конечно, радиоволны. Основные характеристики любой радиоволны – это частота, это мощность излучения, поляризация еще волны. Частота и мощность, собственно, и определяет степень воздействия на организм, то есть сам вред. Чем больше, соответственно, мощность излучения, тем выше частота, тем больше вред, который приносит радиоволна организму человека. Ну, вот вы-то с компьютером связаны уже давно, даже вот с какого возраста? Ну, скажем так, с университетских лет. Вы как-то этой проблемой вообще занимались? Я интересовался, конечно, да. Да, я изучил, скажем так, для себя эту область, чтобы понимать, потому что я постоянно дело имею с живыми людьми, с пользователями, то есть, которые постоянно задают вопрос, насколько вредно, что, как. Распространенная технология Wi-Fi, которая тоже основана, значит, на радиоволнах. Так, и что вы им отвечаете? Ну, что, в разных случаях по-разному, скажем так, у нас есть определенные нормы, которые регулируют мощность излучения наших приборов, которые мы используем в быту или на производстве. Собственно, сами производители оборудования, они эту мощность обязательно регламентируют. Все это регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами, санпином нашим, в котором четко указано, что мощность в таких-то диапазонах частот, она не должна превышать вот такой-то предел. И, собственно, эти нормы производителями выдерживаются. Еще далее будет вопрос, связанный с сотовыми телефонами, потому что сегодняшняя наша жизнь современная без сотового телефона – это просто что-то непостижимое, какая-то уже реальная ситуация. Но, тем не менее, Павел Федорович, скажите-то, ответьте на вопрос, опасно ли для нашего здоровья такое наше близкое соседство с бытовой техникой, с теми же сотовыми телефонами, с компьютерами? Какая есть, быть может, у вас статистика, ваши наблюдения? Что по этому поводу вы можете сказать? А вот здесь, знаете, деваться некуда, к истории чуть-чуть обратиться. Когда было изобретено радио, ну, то ли Поповым, то ли Маркони, до сих пор спорят, кстати. Ну, и бокс нет, пусть разбираются. Да, давайте не будем. Не будем, да. У нас нет того, что в это же время, в 1895 году, русский естественный испытатель, биолог Волотов попытался определить, когда вот радио появилось, а как оно влияет. Но он не нашел, как мы говорим сейчас в современном языке, языком биологических эффектов. Понимаете? Дальше, чем развивалась и техника, и наука. И, кстати, первое, вот о чем говорил Виталий, первый нормативный акт, я про СССР говорю, государство СССР, появился в 1858 году, где четко вот регламентировано, какая частота, какая мощность, о чем Виталий говорил. То есть, а до этого накапливались знания, насколько действует, как и так далее. Но, тем не менее, если вы говорите, что регламент появился, определенный документ, но та техника, которая выходила с заводов советских производителей, она, конечно, мягко говоря, наверное, как раз и устрашающая вот эти вот большие ламповые телевизоры и уж компьютеры каких-то. Ну, и если бы внимательно взять инструкцию, прочитать, ну, телевизор выпущенный в 60-х годах, когда их повсеместно начали. Там же четко написано, возле телевизора ближе трех метров находиться нельзя. Ближе трех. Понимаете? Четко, прямо в инструкции, читайте. То есть, как мы говорим в медицине, или, в частности, одним из направлений медицины, гигиены, защита расстояния, понимаете? То, что к вашему вопросу сейчас, в современных условиях, вот такое... У нас плоские экраны, совершенно другие мониторы, вот в Италии тоже еще может подключаться. Допустим, я был на интересной конференции в Москве, профессор Губернский выступал с таким вопросом, но они проводили исследования, что женщин окружает на кухне. Так. Вот они замеряли электромагнитное излучение. Причем там разные тоже, в зависимости, какова кухня размером, какие приборы. Где-то, да, превышение фона электромагнитного, а где-то в пределах санитарных норм, а санитарная норма, это нет воздействия на организм. Но все-таки он с высокой трибуны, ему тоже вопрос был задан. Так, женщин много сидело в зале. Все мы знаем, женщин на кухне проводят значительную часть времени. Что делать? Он говорит, ну вы же 8 часов и 12 на кухне не проводите, понимаете? А те 2-3 часа, при, так сказать, даже той технике, пусть она в небольшое пространство сведена, она не дает того эффекта сильного, который может пошатнуть ваше здоровье. Так, а как же тогда про накопительный эффект радио, вот этого вот магнитного излучения, он же присутствует? Под накоплением, вы что понимаете? Много приборов, они все равно происходят в какое-то излучении, а оно вот как-то в вакууме, например, на той же кухне, или, например, в зоне рабочего кабинета, где находится ноутбук, там, может быть, еще какие-то сотовые телефоны, не один, а несколько. И вот они все в травочем состоянии, и происходят же какие-то процессы непрерывные? Или это они малые и незначительные? Скажем так, мы сейчас с точки зрения, если вреда здоровью рассматривать электромагнитное излучение, то, опять же, важна характеристика мощности. Та мощность, которая в электроприборах, которые нас окружают, она имеет, скажем так, носительно небольшие показатели. То есть фактически это все в пределах нормы, допустимого воздействия на организм. То есть нормы, они тоже не просто так придумываются, перед этим проводятся определенные исследования, которые потом закладываются за основу стандарта. И поэтому я считаю, что все, что окружает женщину на кухне, это не настолько адски опасно, как говорят об этом. То есть вы, в принципе, можете сказать, что безопасно? Я бы сказал, да. Мы продолжим разговор, но дадим все-таки слово высказаться нашему первому дозвонившемуся телезрителю в прямой эфир. Пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот Владивосток, Волговская-2 и ниже там Невская, на уровне где-то этажа четвертого стоит антенна, ну на расстоянии где-то метров 25, сотовая связь. Вот это излучение этой антенны, оно вредно или термимо? Спасибо за ваш вопрос. Пожалуйста, Павел Флодович, Виталий. Ну, значит, относительно базовых станций сотовых операторов. Нужно в первую очередь понимать, что любая антенна, она имеет свою направленность. У нее есть определенная диаграмма направленности. И антенна, она, ну, как правило, у сотового оператора, она четко направлена в определенную сторону. И, скажем так, инженеры операторов, которые устанавливают антенны, а их юстируют по лучу, ровно туда, куда им нужно, значит, светить радиоволны, условно так скажем. Поэтому некоторые думают, что если стоит антенна, то в разные стороны от нее светит, там, и голова болит, и все остальное, ничего подобного. Лучше четко направлено, но имеет свою мощность, которая разрешена на мощность. Она варьируется в зависимости от погодных условий, там, различных изменений среды физической. И ее воздействие на жителей, там, скажем, если на дое место стоит, но даже если есть, то незначительно, но минимально. Да, присоединяюсь, потому что хочу добавить, есть органы санитарной службы, в частности, Роспотребнадзор, который выдает разрешение для документов установки антенны на живом доме, или, так вот, сейчас нам звонивший сказал. Да, это в районе Невска. И навряд ли, навряд ли разрешили просто так поставить антенну, и так далее. То есть, все было учтено, вот о чем коллега сказал, Виталий, да, и мощность, и направленность, и так далее. Никто бы не разрешил просто поставить, и это было бы излучение на жителей, направлено, и так далее. Этот Роспотребнадзор за этим следит. Ну, хорошо, будем, естественно, предполагать, что, собственно, надеюсь, что это именно так, что и все инстанции, которые следят за установкой тех либо иных и вышек сотовой связи, да, и передатчиков, как раз все идет согласно всем нормативным документам. Вот вы как-то рассказываете, у меня складывается впечатление, что действительно использование и нахождение вообще в окружении техники, бытовой или там уже компьютерной, сотовых телефонов, в принципе, для нас безопасно, если мы будем соблюдать какие-то элементарные правила. Да, мы еще о них поговорим, ну, как минимум, вот вы сейчас сказали, то, что необходимо от телевизора находиться там в районе где-то трех метров. Хорошо, ну тогда скажите мне, вот в том же фильме, который мы сегодня с вами обсуждаем, люди, которые проживают в такой стране, как Швеция, там электромагнитная аллергия – официально признанное заболевание. Там люди за огромные деньги конструируют, потом покупают и устанавливают в своих квартирах специальные алюминиевые бункеры, где они проводят по 8 часов, дабы никаким образом не просочилось в это помещение электромагнитное излучение. Это вот буржуазная страна, совершенно нам неведомая, в плане, да, там традиции и так далее, при всем уважении, ну, там тоже живут люди, и они тоже используют вот технику, и у них вот какое к ней отношение. Это как понимать? Ну, не совсем буржуазная, они социализм давно уже построили, так, заметка. Здесь вот, что это те специалисты, которые оценивали, ну, понимаете, насколько я знаком с аллергологией и монологией, то электромагнитное излучение, я не видел бы работ, во всяком случае, точно мне не встречались, что электромагнитное излучение вызывает аллергию. Вот пыль, химические вещества, понимаете, даже такие статьи попадались, от человека может аллергия быть, но чтобы электромагнитное излучение, это что-то очень интересное, понимаете? Хорошо, продолжим. Поэтому здесь я сомневаюсь. Я вас услышала и, надеюсь, и зрители тоже. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем, вы в прямом эфире, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я житель в поселке Тудовое. У нас в центре жилого сектора рядом со школой по улице Порта Аркутская, 36, хозяйка частного дома установила на своем огороде большую вышку сотовой связи, предающую, принимающую, и никто с ней справиться не может. Мы обращались в постовед, в поселке Трудовой есть свой постовед, в администрацию города Владивостока. Никто справиться почему-то не может с этим частным лицом. Вы сможете нам помочь или нет? Я не расслышала ваше имя, отчество. Пожалуйста, оставьте свой контактный телефон редактору, который принимает телефонные звонки в студию прямого эфира. Мы обязательно попробуем как-то решить проблему. Ну а сейчас вот хотя бы давайте предположим, что вот такой факт имеет место быть. Нам сейчас телезрительница его проговорила, то есть в частных владениях установлено какое-то устройство, которое излучает, и никто с этим справиться не может. Может. Да, кто? Может. Я могу ее направить даже без ваших... Телезрительница, надеюсь, услышит так. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, это на сельской, приходите туда, пишите заявление конкретно, выезжают специалисты, выясняют, кто поставил, с какой целью. И даже это, если частное лицо, оно все равно попадает под закон, который никто не отменял, а закон звучит очень просто. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И спросят с любого, и с частного лица тоже. Но надо посмотреть, что там происходит. Мне так понимаю, нужно будет вмешаться с журналистом общественного телевидения о Приморье и разобраться в этом вопросе, потому что я уверена, телезрительница, которая дозвонилась к нам сейчас, в Роспотребнадзор, они обращались. Будем выяснять все детали этой истории, этой ситуации. Но все-таки давайте еще обсудим под завершение программы, а до ее завершения остается 3 минуты, сотовые телефоны. Виталий, опять же, авторы фильма говорили о том, что если мы держим долго сотовый телефон рядом с ухом, то идет нагрев определенной зоны у мозга. Да, это часть фильма внимательно просмотрел несколько раз. Там утверждают, что происходит локальный нагрев тканей, производят конкретные измерения бесконтактным термометром. Такое явление абсолютно укладывается в понимание физики. Оно происходит. И мощность сотового телефона, самого радиопередатчика, оно тоже регламентировано теми же самопинами. Для 900 МГц это 2 Вт, для 1800 это 1 Вт. Сотовый телефон, надо полагать, придумали тоже люди умные, которые заботились не только о технической стороне вопроса, но и о людях тоже. Сотовый телефон никогда не излучает постоянно. Он передает данные, и его передатчик работает очень маленький промежуток времени, таймстамп определенный. И суммарная мощность в условиях плотного радиопокрытия, то есть в городских условиях, не больше 250 Вт. Так, если это перевести с технического языка, то что, когда мы разговариваем по сотовому телефону, это не означает, что мы постоянно находимся в зоне излучения, опять же, допустим, Иван? Излучение телефона? Да. Телефон излучает порциями. То есть импульсами. Можно так сказать. Ну а вот эти рекомендации, что необходимо лучше разговаривать короткими какими-то фразами, там буквально 2-3 минуты, а далее делаем перерыв. Это ценная рекомендация? Ну, вообще-то да. Я согласен. Это защита временем называется. Плюс еще громкую связь никто не отменял. Включите. Я часто вижу молодые люди, видно, читают литературу. Включил громкую связь. Идет. Понимаете? Это тоже, кстати, защита одна из них. Хорошо. Давайте подытожим. 2 минуты остается до завершения эфира. Все-таки мы говорим о том, что электромагнитное излучение, оно уж не настолько страшно, как вот нам преподносят авторы этого документального кино. Тогда что мы можем посоветовать? Чтобы люди читали инструкции внимательнее? Я бы посоветовал, в первую очередь, пользователям вычислительных машин. То есть мы все имеем дело с компьютером ежедневно. Прежде всего, заботиться об эргономике. То есть, мне кажется, больший вред гораздо для пользователя приносит неправильная посадка на рабочем месте за компьютером, допустим. Расстояние от плоскости глаза до монитора. То есть, вот неплохо было бы пользователям изучить эти правила, и тогда проблем со здоровьем при работе за компьютером станет гораздо меньше. Павел Федорович, Виталий, я благодарю вас за ответы на вопросы и за ценные рекомендации и очень интересную информацию. А что ж, после завершения программы в 21.00 смотрите фильм самостоятельно и делайте свои выводы. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова